Здравствуйте! В эфире программа безопасности и я ее ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях за последние дни. И, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Сегодня в программе. Совершил ДТП, в котором пострадал ребенок и попытался скрыться. Мужчина, не имеющий права управлять транспортным средством, два раза врезался в одну и ту же машину. Почему Леонид Латыпов, известный в своих кругах эксперт по творчеству рок-группы Дипербал, так и не может добиться от полицейских возврата похищенных у него автомобилей? Странная история, в которой коммерческий банк усилиями новосибирских полицейских пытается изъять «Мерседес» у добропорядочного приобретателя. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. То, что пьяный за рулем преступник, уже признал и уголовный кодекс нашей страны. Однако до любителей прокатиться не с ветерком, а с выхлопом перегара, этот факт в сознании, видимо, так и не укоренился. В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. А мужчина, никогда не имевший права управления транспортным средством, попытался скрыться. Причем в одну и ту же машину, в салоне которой была маленькая девочка, он врезался два раза. О том, как пережило эту автомобильную атаку дитя, и как прохожие спасли положение, придя на помощь пострадавшим, узнаете прямо сейчас. Галина управляла своей ладой калина и остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей, когда почувствовала сзади удар. Поняла, что в школу, в которую везла свою дочку, она в ближайшее время не попадет. Я ее везла в 82-ю школу, но она сейчас находится на Березовой роще, 96-я. Мы с ней разогрели машину. В каком классе вычислила среду? 1-ом А. 1-ом А. Мы с ней разогрели машину и поехали, получается, по ползунову, чтобы там на проспект выехать. Когда я вот здесь начала ехать, здесь переходил молодой человек, здесь как раз идет поток, как раз все люди идут на работу, получается, на завод. Я приостановилась, чтобы его пропустить, и чувствую, что резкий толчок. Вышла, пошла разбираться. Увидела, что в ее машину врезалась 99-я модель «Жигулей». Водитель, с ее слов, сразу предложил уладить инцидент финансовым способом. Однако, после того, как мужчина, находившийся за рулем, услышал о том, что женщина собирается так или иначе вызвать ГАИ, попытался скрыться на своих «Жигулях». Все это произошло рано утром на улице Ползунова, как раз напротив проходной Чкаловского завода, когда его сотрудники шли на работу. Поэтому дорогу беглецу преградил людской поток на пешеходном переходе. Я подошла к машине прямо передом, начала ему стучать по машине, что выходи из машины. Он даже не вышел. Он что делает? Он включил заднюю и начал двигаться назад. Тут резко поворачивает, видимо, руль и въезжает мне вот в бок, как раз в ту дверь, где сидит ребенок. Въехал, тут как бы я начала людей звать, что помогите, типа, остановить его как-то нужно мне, потому что ребенок там. Его вытащили из машины, он давай вырываться, давай сопротивляться, потом в итоге ему связали руки. В итоге, горе-водителю поневоле пришлось дожидаться сотрудников полиции. Мужчина вел себя агрессивно и все время пытался уклониться от видеокамеры, а говорить на микрофон вообще отказался. Я с вами разговариваю. Не надо меня только. Я говорю, с вами разговариваю. Я вам говорю, что я не буду на камеру говорить. Почему? Потому что. Причина такого поведения, впрочем, для сотрудников ГИБДД была понятна. 29-летний мужчина, управлял «Жигулями» 99-й модели. Как выяснилось, находился в алкогольном опьянении, но от прохождения методосвидетельствия отказался. Право управления он не имел, водительское удостоверение не получал. А вот за руль, да еще в таком состоянии, садился смело. Впрочем, такому человеку водительское удостоверение все равно ненадолго. Такой вывод можно сделать, если учесть то, что этот мужчина тоже ехал с ребенком. Очевидцы рассказали инспекторам о том, что после того, как машину нарушителя остановили люди, из нее вышел мальчик и отправился пешком, вроде как в школу. А девочку, которая была в другой пострадавшей машине, с жалобами на тошноту и головную боль, на скорой увезли в больницу. Столкновение автомобилей, надо признать, к счастью, оказалось не таким сильным. А вот водитель, спровоцировавший ДТП, оказался, как выяснилось, злопамятным. Ему, видимо, не понравилось, как его задерживали рабочие завода. Так как гражданин обратился в лечебное учреждение, сказал, что его побили граждане, которые задерживали. Ну, ничего страшного там с ним не произошло, как выяснилось. В больнице сказали, что у него только ушибы. Но на данный факт все равно полиция должна отреагировать. Участковый взял с ним объяснение, взял заявление. Кстати, выяснилось и то, что этот мужчина не только никудышный водитель, но еще пешеход безответственный. За ним до сих пор числится неоплаченный штраф. Так что стоит помнить о том, что на дороге есть такие вот участники движения. И оставаться всегда предельно осторожными. Над полицией нависла гроза. Многоэтапные одноименные учения, которые проводит оперативный штаб в Новосибирской области, показали возможные действия террористов и пути их ликвидации. В этот раз условный враг набрался наглости и напал на отдел полиции в Академгородке. Для нас, сибиряков, ситуация может и дикая, но для силовиков и контрразведчиков, видимо, вполне вероятная. Мы наблюдали за штурмом здания и помещения, в котором засели бандиты и сделали свои выводы. Какие, сейчас узнаете. Вообще, за террористами наши правоохранительные органы на территории Академгородка гонялись с понедельника. Именно тогда, по легенде учений гроза, бандиты проявили себя первый раз. Попытались заминировать объект органов местной власти. Однако не получилось, а часть террористов полицейские даже задержали. Но вот оставшиеся на свободе боевики решили своих не бросать и напали на отдел полиции. Начав с подрыва полицейского служебного автомобиля, террористы прорвались в здание, в котором, судя по всему, к этому были не готовы. Ситуация шоковая не только для Новосибирской области, но и для России в целом. Ранее никогда такого поворота событий не допускалось. Однако, видимо, меняется ситуация. Впервые, по легенде учений, террористам позволили так нагло и дерзко захватить здание селового ведомства. Здесь находится 10-й отдел полиции советский. Это может говорить о возросшей террористической угрозе на территории нашей страны, а также касаться вопросов обеспечения безопасности объектов, на которых хранится штатное оружие полицейских. Действительно, когда у тебя за спиной оружейная комната, в которой хранятся штатные пистолеты и автоматы с боеприпасами, надо четко представлять свои действия при неожиданном нападении боевиков. Но в этот раз, как нам позже стало известно, террористы захватили не все здание, а только его часть, в которой оружие не было. И имитировалась ситуация, по легенде учений, что идет реальный рабочий день. В здании отдела полиции находятся как сотрудники отдела полиции, как полицейские, так и граждане, которые пришли на прием. Условные террористы, скажем так, захватили часть заложников, часть и гражданских людей, и сотрудников полиции, и удерживали их, забаррикадировавшись в одном из помещений. Но учения проходили в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета и под руководством оперативного штаба в Новосибирской области. Приняли в них участие силы и средства УФСБ, пограничное управление ФСБ, ФСО, полиции и других силовых ведомств. Поэтому у бандитов не было ни одного шанса на удачный исход своего преступного замысла. Вот и все. Видимо, с этими последними выстрелами и окончился силовой этап антитеррористической операции. Теперь, когда жизни и здоровью людей никто не угрожал, в дело вступили спасатели и пожарные. Возгорание случилось после подрыва автомобиля. Огонь символично, конечно, перекинулся на здание. Пострадавших эвакуировали разными путями. Кого выводили с первого этажа, видимо, были с симптомами отравления, продуктами горения. А те, кого снимались с третьего этажа, на котором и оборонялись боевики, оказались с огнестрельными ранениями. К этому времени уже вся территория была отдана во власть спасательных служб. При поступлении сигнала они уже ведут разведку. То есть по рациям узнают, что это за объект, кто там находится, сколько людей посписочно. То есть приезжая на объект, они уже проверяют, сколько выведено, сколько там осталось, возможно, сколько людей осталось. То есть какая площадь пожара примерно оценивают, откуда идет дым, огонь. То есть и предпринимают дальнейшие меры по его устранению. А в это время руководство учения оценивало ход выполнения поставленных задач, анализировало достигнутые результаты. Конечно, нам всего не расскажут, но особых замечаний вроде не было. А значит, антитеррористическое учение «Гроза», которое должно было способствовать отработке взаимодействия оперативных и экстренных служб с органами власти, прошло успешно. А как иначе? Ведь наше дело правое, а потому враг будет разбит и победа будет за нами. В рубрике «Рецепты безопасности» мы дадим исчерпывающие ответы на волнующие вас вопросы. Конечно, если они касаются безопасности вашей лично, а также ваших финансов или здоровья. Новосибирец Леонид Латыпов Как нам рассказал тогда мужчина, некий гражданин похитил у него два автомобиля. Однако полицейские ему помочь по каким-то причинам так и не смогли. То есть автомобили до сих пор находятся у гражданина, который, по мнению нашего потерпевшего, ими незаконно владеет. Хотя все проустанавливающие документы подтверждают собственность на технику именно Латыпова. Леонид уже и на приеме у начальника Главного управления МВД по Новосибирской области побывал, но ВОЗ, как говорится, и ныне там. Почему, мы попытались выяснить. Напомним, что своих машин Леонид Латыпов лишился обидным, но довольно банальным способом. Еще в конце сентября прошлого года он приобрел автомобиль УАЗ в неисправном состоянии и начал поиски человека, кто мог бы выполнить ремонт подешевле. Самое недорогое предложение сделал Буркин, которого Леонид встретил на авторынке в районе улицы Петухова. Условием было, все переговоры с СТО вести будет Буркин, и тогда якобы ремонт обойдется дешевле. После того, как УАЗ-452 был поставлен на станцию техобслуживания по улице Коминтерна, Буркин, по словам последнего, предложил Латыпову также оказать помощь и в продаже принадлежащего Латыпову автомобиля Ниссан Цефира. Для этого машину следовало передать Буркину, который всячески будет способствовать продаже автомобиля. 30 октября, во время очередного раунда переговоров, происходившего в салоне автомобиля Ниссан Цефира, Латыпов окончательно отказал Буркину в передаче автомобиля и вышел за лекарствами в аптеку, по неосторожности оставив ключ и техпаспорт в салоне. Буркин, вспоминает Латыпов, воспользовался этим и уехал на Ниссане. Впоследствии Латыпов многократно звонил Буркину, который всячески обещал вернуть машину, а потом открыто заявил, что машину не вернет. Не смог Латыпов забрать с СТО и свой УАЗ. Говорит, это не позволил сделать все тот же Буркин. Заявление по поводу угона гражданином Буркиным у него двух автомобилей, УАЗ-452 и Ниссан Цефира, Латыпов в полицию написал 23 ноября 2015 года. Прошу возбудить уголовное дело по факту кражи гражданином Буркиным. Идут события, как это было сделано. И сумма присоединенного ущерба за Ниссан 235 тысяч рублей, за УАЗ 100 тысяч рублей. Два заявления отдельные. А немногим ранее, 19 числа того же месяца, он подал заявление, в котором изложил случай препятствования продажи его машины, а именно УАЗика, все тем же Буркиным. То, что эти заявления в Дзержинском отделе полиции приняли, свидетельствует соответствующие талоны уведомления. Кстати, там же сняли и копии с паспортов транспортных средств, где владельцам машин числится Латыпов. Однако этого оказалось недостаточным для возбуждения уголовного дела и изъятия автомобиля у Буркина. Полиция в этом отказала. Мы достаточно подробно рассказывали об этом в предыдущей программе. С тех пор прошел месяц. Что изменилось? Да ничего, собственно. Обе машины по-прежнему не вернулись к их законному владельцу, фамилия которого значится в ПТС этих транспортных средств. Что же происходит? Почему можно безнаказанно завладевать чужим имуществом? И что думают по этому поводу представители силовых структур? Вот ответ из прокуратуры. В связи с тем, что в настоящее время достаточных данных, указывающих на признаки преступления недобыто, изъятие автомобиля в рамках уголовного судопроизводства не представляется возможным. Правда, в данном письме уважаемый советник юстиции ссылается на заявление Латыпову от 19 ноября, когда он не смог получить УАЗ с СТО. Действительно, тогда был факт препятствования. А заявление по факту кражи своих машин Леонид Михайлович подал 23 ноября, но про это прокуратура молчит. Эта же дата 19 ноября упоминается в ответе исполняющую обязанности начальника отдела полиции Дзержинский подполковника Запорошенко. А дата 23 упоминается как бы скользь по тому же факту. Да нет, факты-то были разные. Именно 23-го было подано заявление о бугоне. И на этом странности не кончаются. Почему-то это дело о бугоне, произошедшем в Дзержинском районе и принято к рассмотрению там же, передали в Октябрьский, чтобы приобщить. Да-да, как раз к тому, что полегче, по заявлению от 19-го. И, кстати, то ли в процессе передачи, то ли еще где, из дела пропали копии ПТС, из которых как раз исследовало, что собственником машин является Латыпов. В общем, может сложиться впечатление, что кто-то и зачем-то пытается дело по факту тяжелого преступления приобщить к более легкому, чтобы потом списать на так называемый гражданско-правовой спор, который-то и надо решать в суде, а не в полиции. Вот так вот это уже идет. 23 марта будет 5 месяцев, как мне не отдают мои машины. Они находятся у человека, которого мы не оставили, который украл мои машины. Они оставили. Даже мое личное общение с генерал-лейтенантом Стерликовым Юрием Юрьевичем не принесло никакого результата, а я возлагал большие надежды. Здесь можно только предположить, что в очередной раз в полиции что-то не досмотрели, что-то не приняли к сведению. И это что-то, видимо, существенное. Потому что перевести в плоскость гражданско-правовых отношений ситуацию с хищением у Леонида Латыпова его автомобилей для полиции, конечно, проще, но вряд ли согласуется с нормами права. Почему Латыпов, эксперт по творчеству рок-группы Deep Purple, имея на руках все проостанавливающие документы на авто, ПТС, договоры купли-продажи, должен идти в суд и доказывать, что гражданин Буркин, у которого на эти машины нет ни одного документа, владеет его имуществом незаконно. Это ли не дело полиции? А эта история – полная противоположность предыдущей. Действующие лица в ней – коммерческий банк, новосибирский полицейский и добропорядочный приобретатель автомобиля. Женщина еще в 2014 году купила машину, а через год за ее Мерседесом началась настоящая охота наших правоохранительных органов. Интересно то, что с юридической точки зрения, то есть по российским законам, жительницу сибирской столицы даже беспокоить-то не должны. Но ее автомобиль объявили во всероссийский розыск, а саму буквально преследуют, даже задерживали вместе с сыном на несколько часов. По мнению ее адвоката, действия полицейских в данном случае полностью выпадают из правового поля. Но желание отнять машину и передать ее банку, видимо, перевешивает. Вот об этом и смотрите далее. Свой автомобиль Наталья Юрьевна получила в сентябре 2014 года. Приобретен он был на абсолютно легальных основаниях, за деньги, что подтверждают все необходимые документы. Однако прошло больше года, и в ноябре уже 2015-го ее пригласили в отдел полиции Дзержинский города Новосибирска. Был странный вечерний звонок, пригласил дознаватель. Я приехала, настаивала очень на срочном разговоре. Причем звонил уже в нерабочее время, часов после шести, в начале седьмого. Я вас дождусь, подъедьте, пожалуйста, мне очень нужно с вами поговорить. Видимо, была надежда на то, что я приеду на машине. Но я на машине в тот день случайно абсолютно не ездила. И я подъехала с сыном. В отделе полиции Наталью Юрьевну попросили подробно рассказать, как и у кого она приобрела свой Мерседес. А также настоятельно потребовали предъявить машину для осмотра. Она отказалась. А вот что выяснилось позже. Оказывается, некие неустановленные мошенники, воспользовавшись паспортом бомжа, который живет где-то в сельской местности, совершенно спокойно получили в банке кредит на сумму более миллиона рублей. И, значит, в дальнейшем с помощью этого кредита был приобретен автомобиль. И вроде как этот самый автомобиль и в последующем купила Наталью Юрьевну. И в этой связи у работников полиции возникло жгучее, неодолимое желание изъять у нее этот автомобиль и отдать его банку. Однако почему Наталья Митрошина со своим автомобилем осталась в этой истории крайне непонятно. Ведь она не участвовала ни в каких мошеннических действиях. У нее возникает резонный вопрос. У меня возникает, у ее представителей, резонный вопрос. Если предметом хищения у банка являлись денежные средства, причем здесь автомобиль. Автомобиль никто ни у кого не похищал. Банк его собственником никогда не являлся. Адвокат считает, что речь может идти только об обращении взыскания в гражданско-правовом порядке на автомобиль, как на предмет залога. Но возникает иной вопрос. Судя по всему, договор залога мы точно не знаем, но можно предположить, сделать обоснованное предположение, что договор залога банк заключил с неизвестным преступником, который воспользовался паспортом бомжа. Соответственно, никакой действительности этого договора залога не может идти речь вообще, в принципе. Кроме всего прочего, отмечает адвокат, в соответствии с изменившимися нормами гражданского кодекса обрели защиту права добросовестного приобретателя. То есть, если, как в нашем случае, Наталья Юрьевна не знала и не могла знать ни о каком праве залога банка на приобретаемый автомобиль, и это можно доказать, то машина не может быть истребована банком и изъята по решению суда. Интересно еще и то, что данный автомобиль действительно находится в реестре заложенных авто, но с апреля 2015 года, в то время как купила Митрошина этот Мерседес осенью, годом ранее. Но, несмотря на эти, казалось бы, логичные доводы, правоохранителя нашу героиню в покое не оставили. В следующий раз в полицию только уже Калининского района Митрошину пригласили через две недели. Там сотрудник ГИБДД забрал у нее все документы, не только на машинах, но и собственный паспорт, рассказывает женщина. Все изъяли, меня продержали какое-то время в дежурной части Калининского РОВД, а потом под присмотром сотрудника Дзержинского РОВД перевезли в другое место. Требовали от меня каких-то объяснений, говорили, что я мошенница и пытаюсь продать машину. Документы вернули через несколько дней. Но вот визит в полицию запомнился надолго. Вновь не получив заветный автомобиль, ведь Наталья Юрьевна опять приехала с сыном на другой машине, полицейские долго продержали их в дежурной части. Отпустили наших героев только через 4 часа, вспоминает Митрошина. Теперь вот приходится обороняться. Женщина написала заявление в различные инстанции. В настоящее время проводится проверка управления собственной безопасности, областного главка МВД России, а также проверку проводит отдел организации дознания того же ведомства. Дело в том, что данная машина была выставлена в федеральный розыск. Однако по действующим должностным инструкциям в такой розыск могут быть объявлены только похищенные вещи. А Мерседес этот никто не похищал. Но тем не менее дознаватель Дзержинского отдела дознания сочла возможным это сделать. Мало того, дознаватель обращался в суд с ходатайством об обыске в квартире Митрошиных. Но суд отказал в этом. К такому давлению женщина не привыкла. Уже когда у меня муж приходит оплачивать за квартиру, его предупреждают у нас в управляющей компании, что вашей женой интересуется милиция. Это вот к чему это вот? Что дальше за этим последует, я просто даже не знаю. Я вот себя сейчас ощущаю настолько бессильной против вот такого вот бесконечного давления со стороны особенно правоохранительных органов. Вся эта суета вокруг Мерседеса может закончиться уже через месяц, когда истечет срок давности по статье о мошенничестве. Именно по 159-й почти два года назад было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из банка. Если, конечно, не случится другого исхода. Глядишь, полицейские вдруг осознают свою неправоту и оставят законопослушную женщину в покое. И все же займутся поиском тех мошенников, которые и вправду обманули кредитное учреждение. История Леонида Латыпова, которую мы рассказали в предыдущем материале и запутанное дело Натальи Митрошиной, хоть и получились разными, но в то же время до обидного похожими. Конечно, нельзя судить о работе полиции в целом всего по двум эпизодам. Мы знаем, что наши правоохранители выполняют свой долг перед обществом и их обязанности зачастую сопряжены с риском для жизни. Но ведь ни одна бочка меда у нас не застрахована от ложки дегтя. Один остроумный человек подметил, алчность есть преступное желание чужого. Было бы неплохо, если бы наши правоохранительные органы всегда замечали эту преступность и находили ей объяснение в уголовном кодексе. И тогда в программе безопасности на канале ЭНСК-49 оптимизма станет намного больше. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова